Знаете, друзья, я недавно обнаружил ролик, там опять же про обрезку, другое название, вроде Правильная обрезка, 4 миллиона просмотров, 4 миллиона, я не выдумываю, можете сами проверить, 4 миллиона, до сих пор была Полевкина, суперспециалист, которая учила убивать деревья, прямо в смысле, калечить, 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 у него было 2 миллиона с лишним, но когда я видел 4 миллиона, мне стало страшно, а у нас 22 участника. Ну потом, через месяц будет 300-400 просмотров, не тысяч нет, и не 3 миллиона, у нас будет примерно 400-500, это максимум, иногда выскакивает. Вот это да, как там исправить все положение дела, я не знаю. Ладно, тут, наверное, долго мы не будем беседовать. А может 8 марта, 8 мая, это не тот день, но я уже, знаете, как убедился, у меня было соблазн 1 мая отменить, мы поговорили с Сафроном, стоит один раз отменить, потом я этих не соберешь, вас не соберешь. Все. Вот, если можно одну пропустить, то можно и вторую пропустить. Никто не заметил, в моих лекциях закономерность есть, никто не заметил. Вот, какую, попробуйте сами догадаться, посмотрите еще раз, поймете. Есть одна закономерность. Жизнь не стоит на месте. Жаль, что это в плохом смысле. Добрый вечер, пишет Елена. И вам добрый вечер, Зофия, добрый вечер. Елена, здравствуйте. Брат с железом. Здравствуйте, с наступающим праздником Днем Победы. Вот. Юра, я тебя тоже поздравляю с Днем Победы. И всех вас, друзья, и от души. А на мысе нужна победа. Снегирев, всем добра, мира, Турфия. Ну, что такое ходя, я не знаю. Вот, сейчас. А вдруг по теме? А вдруг по теме? Алло, железо на проводе. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вопрос, сайте, телефон взяла. Скажите, а вы саженцы продаете? Так, дело в чем. Я вам отвечу очень коротко, потому что вы попали прямо во время моей лекции по интернету. Так, но я... Не-не-не, не надо, не извиняйтесь. Это нормальное явление. Мы как раз такие же, как вы. Так вот, я вам сейчас продиктую телефон невестки, она принимает заказы на саженцы. Я... Давай, давайте, пусть и слушает. Это всем пригодится. Татьяна Александровна Железова. Телефон 8-913-444-3178. Татьяна Александровна, спасибо большое. Пожалуйста. Лучший питомник в России. Скромно, но со вкусом. Ой, 31-70, да? Нет, 31-78. Семьдесят восемь, спасибо. Пожалуйста. Пока. Учения, спасибо. Так, ну вот видите, поза от вебинара все равно есть. Дело в том, что я отдаю себе отчет, друзья. Не всем родится... Не у всех душа Мичулина. Не всем родится селекционерами. Я сам стал не то, чтобы случайно. У меня есть особая черта. Я спорта делаю, а потом думаю. Вот результат тут налицо. Я вам еще раз могу показать этот результат. Да, все равно приходится время. Вдруг среди вас и старички, да? Вдруг. Вот они результаты. Вот. В идее тоже не может быть. Вот. Сибири. Вот телевидение дарят мне, видите? Они мне дарят вот эту опрыскиватель. Прошел год. Опрыскиватель лежит. И мы им не пользуемся. Но это была рекламная акция. Они же не просто дарили. Они это призыв, чтобы все покупали вот такие. А нам не пригодился. Мы им не пользуемся. Когда дерево здоровое... Вы поверьте мне, железом мне приходится постоянно креститься. Видите, что я крестуюсь? Я не шучу. Я не обрабатываю. И практически не бывает у меня никаких этих вредителей. Даже клей. На абрикосах. На сливах. На сливах венгерках. На венгерках. На грушах. На этих самых вишнях, черешнях, персиках. Есть только на яблонях. Для мы обрабатываем. В питомнике. А в саду, вот видите, я в саду. Ни капли яда. А вы представляете, вот этим опрыскивателем человек должен яд, например. Вот пришла весна, а еще не одолись и конец. Я уже должен ядом. Как люди не понимают, что яд в саду, яд. Вот же все уничтожает. Как вот это. Я понимаю, я и ведущего телевидения понимаю. Если он не будет вот этим торговать, он уже не примут, не возьмут фильм-то. В этом, чтобы показать всей стране. Мы сняли кучу фильма, так и не показали. Вот потому что я бы это самое. Не держал в руках эти яды. А если бы держал, показали бы. Я так догадываюсь. Вот это все. Вот себе позвонил. Конечно, он хочет такой же иметь. Что-то говорит. Ну, видно все. Дальше, по-моему, на телефоне должно быть видно. Так, ладно. Где мы были? Сейчас надо умудриться вернуться назад. Интересно, где мы были. Сейчас вспомним, сейчас вспомним, сейчас вспомним. Может тут. Ну, я такой этот. Я такой есть. А, вот вебинар. Все, вернулись. Нашелся. Так, смотрим дальше. Итак, на телефон я среагировал. Так, теперь. ХД не знаю, что такое. Валентина, всем добрый вечер. Жильфия у нас минус 46. Многие сливы не распустили листья. Ну, есть предел всему, что там говорить. Я еще раз говорю. Есть такое понятие, я развел такое понятие. Тепловая подушка. Везде холодно, а у тепловой подушки все равно теплее. То дом с одного боку греет, то это самое. Со стороны севера защита есть в виде высокого забора и так далее. Южный склон как бы переносит на юг Барсат. Данила, всем доброго вечера. Бакан, Башкортостане были морозы. Да, так вот такое. Знаю про Башкортостан. Доброго вечера. Участник вебинара пишет Галина. Спасибо вам. И вам доброго вечера. Владислав. Сыр выпал 20 сантиметров снега и ночью температура до минус 5. Дальше потепление. Хорошей силосе. Ну, цветы камеры-то север. Может, у вас еще и не распустились цветы. Надежда. Заказал окончики черешки Бодлера в 2020 году. В этом году посадил, из 10 выросла одна. Поросла поросли. Говорили, что черешни дают поросли. Значит, мне высылали не черешню и вишни. Во-первых, я высылал черешню. Во-вторых, это не чистая черешня. Вот, поэтому и поросли. Что такое черешня? Значит, плоды, которые я брал, высылать. Они черешневые. А на самом деле, это вишни-черешня. Это дюки. Просто они, у них настолько перепутаны гены, что она решает, не вы, не я, вырастить черешня или вишни. Вот. Отсюда и поросли. Вот. А чистая черешня, у нас их ее нету. Чистая черешня, это юг. Там может расти обычная, огромная черешня. И она действительно не дает поросли. Владислав. А, кстати, вы ничего не потеряли. Потому что, это самое, по крайней мере, шансов, что дойдет до плодоношения больше. Во-вторых, скажем, годом они будут меняться. Вот. И пока еще рано судить. Вот. Вы же пока по поросли судите, а вы потом будете судить и по плодам, и по листьям. И окажется, что не так все и плохо. Так, Суперкар, вопрос. Может ли обычный магазин и садовый вар погубить прививку в расчетке? К примеру, если вы используете слишком много. Может ли не под садовым варом, к примеру, подогреть и стоит ли убирать на чайлет? Я замазываю только сверху. Вот именно, что я как раз этого и боюсь. И были примеры, когда... Ну, я не могу проверить каждое письмо. Но человек пишет, я купил садовый вар. Я замазывал, у меня все саренцы погибли. То есть, все прививки погибли. И такое бывает. Виноват ли садовый вар или нет, я не знаю. Да. Широкая, допустим, вот такая вот размера пень. Трощерину сделал. Ставил два вот таких вот прутика, вот таких вот. А по середине здоровая рана. И соблазн такой напихать туда этого самого вара. Но я этого не делаю, я только сверху замазываю. Почему? Боюсь. Не много ли вара? Не пропитает ли он весь организм? Ну, в общем, вы меня поняли. Еремин. Здравствуйте, я как-то сегодня. Способ поращивания ерема. Все все продался за 100%. Сколько садил косточек, все взошли. Вот хороший пример. Не зря же мы все-таки, хоть нас мало, но не зря мы с вами общаемся. Что такое? Вы знаете, я знаю. А люди, может, не знают. Что такое способ поращивания ерема? Вот, косточек. Доску положил, вторую доску положил. Так. Между ними, значит, косточки разложил, разложил. И присыпал, допустим, землей. Ну, я примитиваю способ. Там могут быть отклонения, то есть у каждого свое. Кто песком, кто как. Вот. И, интересно, другое. Получается, присыпано немного. Так. Мышам разгуляться особенно негде. И вот она разочек появился. После этого можно убрать доску. Плосмяк, который лежал. С одной стороны, с другой стороны. Холл по нему не получился. Вот. И, в общем-то, неплохой способ. Мне очень понравился. Способ Юли Алексеевича. И вы подтвердили, что она продался на 100%. Далее. Ищите работу Юли Алексеевича. Они есть в интернете. Якобы уничтожен сайт. Но в интернете полно его рода. подсумен. Плоскоп. Ищите работу Юли Алексеевича. Вот вам иmemор.